Привет. Привет-привет, меня слышно? Тебя отлично слышно, а меня? Да, тебя тоже слышно, я сделала тебя с организатором. Давай тогда потихоньку, предлагаю начинать. Будем смотреть, кто у нас будет подключаться. И у нас уже началась запись, поэтому надеюсь, что те, кто не смогут присоединиться к нам сейчас, смогут посмотреть запись нашего вебинара позднее. Прекрасная мысль. Всем привет, меня зовут Евгения Бразилевская, я координатор образовательного проекта МОСА на территории Уральского региона. Вот, собственно, в Уральском регионе я сейчас сижу, и мы на связи с Иерусалимом. Сегодня мы с вами продолжаем разговаривать в наших вебинарах и эфирах про те программы, которые у нас существуют. В проекте МОСА существует порядка 60 программ на данное время, от 12 наших провайдеров. Сегодня с одним из них мы знакомимся ближе, встретимся с выпускниками программы. У всех подключающихся есть возможность от первого лица услышать всю информацию, узнать, чем же отличаются именно академические программы от всех остальных, задать вопросы. Вопросы мы предлагаем задавать таким образом, либо у нас есть общий чат, за которым я буду весь наш час эфира следить, либо у вас есть возможность поднять руку, я тоже буду это отслеживать и давать вам слово, подключать ваши микрофоны. Сегодня мы с вами говорим про МОСУ Ариэль. С нами на связи ее прекрасный координатор Алена. Алена нам представится, расскажет в конце про одну очень прикольную программу, я кидаю спойлер, с ее выпускниками мы сегодня не встретимся, потому что их у нас пока на данный момент нет, и у вас есть шанс быть первыми в этом. И будем отвечать на вопросы, в том числе связанные с консульской проверкой, с тем, как попасть вообще на МОСУ, с теми МОСОТами, которые сегодня будет представлять Алена. Я не буду занимать больше эфирное время, я буду все это время отслеживать, что будет происходить. Даю слова Алене. Давайте начинать. Окей, спасибо большое, Женя. Очень приятно тебя видеть вживую, вот, и на самом деле очень приятно видеть наших выпускниц, которые тоже уже присоединились к чату, вот, я надеюсь, что еще присоединится побольше людей, потому что сейчас нас пока еще немного, вот, но я перечислю наши основные направления и напомню для всех, кто присутствует, какие направления есть сейчас в Ариэле. Их на самом деле четыре, они все осенние, и эти направления связаны с совершенно разными специальностями, то есть на базе Ариэльского университета на программах МОСА можно поучаствовать в тех специальностях, которые помогают поступать либо потом на бакалавриат, либо идти в магистратуру, либо получать отдельную профессию и, может быть, даже для отдельных категорий участников поступать на PHD. Вот, соответственно, те программы, про которые я говорю, первая — это менеджмент и международный маркетинг, вторая программа — это медик скорой медицинской помощи, и третья программа — это индивидуальное научное исследование, а также четвертая программа, которая запускается в этом году осенью со всеми остальными — это МОСА «Примет». Вот, про нее я могу рассказать в самом-самом конце, потому что мы сначала хотим пообщаться все-таки с выпускниками, позадавать разные вопросы, поинтересоваться, как живут сейчас ребята, потому что, если вы знаете, наша МОСА, она закончилась в конце июня, сейчас мы уже, получается, почти в августе, и это означает, что все наши ребята, которые сегодня есть в эфире, они остались в Израиле и согласились к нам присоединиться. Вот, на самом деле программа МОСА, она позволяет учиться на разные специальности, и после МОСА можно как вернуться домой в свой родной город и продолжать работу, обучение и жизнь там, так и остаться в Израиле. Соответственно, возможности разные, и сегодня пообщаемся с теми, кто остался. Вот, мне на самом деле самой очень много хочется всего узнать, потому что мы с вами виделись довольно давно на выпускном, вот, и уже много времени с той поры прошло и утекло воды. Вот, я думаю, что вы уже сейчас получаете совершенно новый опыт, который не связан с МОСОЙ, вот, и на самом деле я буду задавать вопросы, это те вопросы, которые нам задавали будущие участники программы МОСА, которые только планируют ехать, у них куча своих страхов, ожиданий, пожеланий и всего-всего-всего, и мы, отвечая на эти вопросы, мне кажется, мы можем помочь тем ребятам, которые подключатся и посмотрят потом этот вебинар в записи. Вот, поэтому я хочу вам представить наших выпускниц, я даже буду смотреть, как у меня в чате вот девчонки висят, так по очереди и представлять. Сначала я вижу Иру, Ира, привет, давно не виделись. Ира у нас выпускница программы, которая называется «Индивидуальные научные исследования». Вот, а потом у нас есть Алиса. Алиса у нас училась на программе «Менеджмент и международный маркетинг». Вот, и есть у нас Анат. Очень приятно тебя здесь видеть. Анат тоже выпускница программы «Менеджмент и международный маркетинг». И есть у нас еще Кэрен. Кэрен у нас сейчас в маске, понятно почему, потому что на улице в Израиле в общественных местах сейчас нужно носить маски. Вот, и Кэрен у нас выпускница программы «Медик скорой помощи». Вот, девчонки, я буду очень рада послушать вас. И на самом деле самый главный и самый первый, наверное, вопрос – это вернуться немножко назад, получается, на 10 примерно месяцев. Вот, и вспомнить, каким образом вы выбирали массу, как вы поделились с программой, почему выбрали именно эту, и что вам помогло принять это решение. Вот, будет здорово, если ответите, наверное, все, потому что у вас настолько разные направления, и мотивация, я подозреваю, тоже очень разная. Вот, кто хочет начать? По порядку? Можно попробовать по порядку? Так. Ну, тогда я начну. Привет, меня зовут Ира, и я была на индивидуальном научном исследовании на МАСе. Я из Москвы, и на самом деле я очень долго, несколько лет, смотрела разные МАСоты, хотела поехать, и просто у меня не получалось в силу разных причин. И тут у меня случилось, что у меня скоро уже будет 31, и я не смогу поехать, и это просто был мой последний шанс. Я рванула. А так я в Москве была в аспирантуре, и у меня единственная МАСа, которая мне подходила по содержанию, по профилю, это была вот эта МАСа Research. И здесь вот кто вот собирается на Research, это очень важный момент, что нужно смотреть, какие есть направления, какой вы хотите специальностью заниматься, и искать себе руководителя, и готовиться к этой программе заранее, ставить себе цели. Ален, помогай, что мне надо рассказать? А как ты выбрала программу? То есть я понимаю, что с одной стороны, понятно, критично по возрасту, а с другой стороны были другие цели, насколько я знаю, изнутри. Ну да, у меня была цель, я хотела продолжать учиться. Я сейчас как раз нахожусь в процессе поступления в докторат на PHD в Рельский университет, и я с тебе искала тему, чтобы она была очень сильно близка к той теме, которой я занималась в России. В России я занимаюсь охлаждением, в пищевой промышленности, и поэтому мне достаточно сложно было найти руководителя, но общими усилиями это получилось. Я нашла несколько лабораторий, которые мне близки, и в итоге у меня получилось очень хорошо, потому что занималась той темой, которую я привезла с собой из Москвы. Но опять же, это очень индивидуально, и на этом направлении у нас было несколько человек, студентов ресерч, и у всех были разные цели, и кто-то просто работал в лаборатории, и кого взяли в команду общую, и они были в проекции, которые уже и так происходят в Рельском университете, в лаборатории. Также были, ну вот как я, я приехала со своей темой, и там все очень индивидуально, в зависимости от того, что вы хотите, можно. Ну, программа сама, она прошла очень успешно, я ни разу не пожалела, что я поехала, и я могу рассказать еще про то, как это устроено, что вот как со свободным временем, про это надо, да? Я думаю, что это будет здорово чуть позже. Давай еще девчонкам дадим слово, потому что это тоже один из интересующих, ребят, вопросов. Ну тогда вот так я приехала. И сейчас ты в Ариэле, правильно я поняла? Нет, сейчас я у своих родственников в Аждоде. А, понятно. Привет Аждоду из Иерусалима. Хорошо. Кто, девчонки, еще хочет поделиться своим опытом подбора программы до того, как вы вообще поехали в Израиль? Все-таки это такой сложный момент, и не очень легко понять с первого раза, чего ты хочешь. Я могу? Я стала присматриваться к МАССЕ еще с 2017 года, когда съездила на Таглит, но так получилось, что я заканчивала бакалавриат в России, и не было возможности поехать. А тут в 2019 году я закончила, и точнее я еще заканчивала, и уже поняла, что я хочу в какую-то магистратуру, но в России не могла ничего подобрать. Программа МАССЕ очень здорово, что после нее можно поступить в магистратуру в Арельский университет. И я посмотрела саму и программу МАССЕ, академическую, и саму программу магистратуры, и поняла, что это то, что мне подходит. Начала делать документы, на самом деле, супер заранее, потому что потом, когда я поговорила с ребятами уже на МАСЕ, оказалось, что они там за месяц все это делали, а я начала еще где-то в феврале, вообще практически за год, можно сказать, до того, как началась сама программа. Вот, и для меня очень было важно, чтобы МАССА была именно академическая, потому что мне хотелось учиться, развиваться в чем-то новом, и МАССА АРель, к счастью, это очень классно дает. Вот, собственно, наверное, все. Ага, я поняла. Окей, хорошо, спасибо. А ты сейчас где находишься, чисто территориально в городе? Сейчас я живу у друзей в Тель-Авиве, но с августа планирую перебираться в Ариэль, потому что я как раз-таки поступила в магистратуру в Ариэльский университет, и да, вот, уже сняла там квартиру, собираюсь переезжать туда, и с сентября уже выходить на Ульпан. Понятно, поздравляю, это здорово. Спасибо. Хорошо. Кто еще хочет сказать? Кэрен, может быть? Да, давай, я, наверное, здесь недослышно. Подскажи, пожалуйста, что надо точно передать. Слышно тебя отлично, несмотря на то, что ты в маске. А расскажи, пожалуйста, как ты выбирала программу? Все-таки твоя программа «Медик скорой помощи», она даже где-то местами некоторых ребят пугает. Поэтому если ты расскажешь чуть-чуть подробнее, то было бы здорово, как ты ее выбирала, почему именно ее. Я могу сказать, что меня она тоже поначалу пугала, но все оказалось не так страшно. Как я выбирала, это было достаточно несложное решение. Я смотрела всякие массоты, которые существуют, и поняла, что надо что-нибудь попробовать интересное. Я увидела «Медик скорой помощи» и решила, что это мой шанс, стоить ее в Израиле. Примерно так это было просто. И за сколько месяцев примерно до начала программы? Так же, как Ира? Три-четыре месяца где-то начала уже полностью собирать документы, записываться на проверку и так далее. Ага, окей, хорошо, понятно, спасибо. Да-да. Анат, тебе нас слышно? Да, мне вас слышно, меня слышно, главное. Да, тебе вообще замечательно. Так, рассказ об уме. Меня зовут Анат, мне 25 лет, я из города Санкт-Петербург. Выбрала программу еще в 2018 году. Почему упал выбор именно на это направление? Потому что я работала в этом управлении менеджментом и маркетинг без международного. Вообще, почему я решила проехать на программу МОСА, потому что в какой-то момент поняла, что я хочу жить в Израиле, а МОСА будет таким плавным внедрением в жизнь в Израиле. А по поводу подготовки в программе, думаю, Алена помнит, у меня было миллион вопросов в течение всего года до программы. И по документам, не по документам, просто я заваливаю вопросы, ничего не только можно и нельзя. Так, ну, про саму программу, я понимаю, мы чуть позже поговорим. Хочу сказать только то, что я вообще ни капельки, ни чуточки не пожалела. По поводу адаптации после программы, я переехала к родственникам на месяца полтора. Сейчас я ищу квартиру в другом городе, который находится ближе к Ириэле, так как, Алиса, с тобой скоро встретимся на Ульпане, начиная с сентября. Вот, подрабатываю в офисе, убираю в офисе по вечерам, потому что привязать себя как-либо еще к какой-либо другой работе я не могу, пока не определяюсь с местом жительства. Занимаюсь документами, банками и так далее и тому подобное. В общем, жизнь кипит. Процесс идет полным ходом, как я понимаю. Отлично. Тогда я вас тут неспроста спрашивала про то, где вы сейчас находитесь, в каких городах, кто где. Вот, я знаю, ну, поняла уже, что некоторые из вас вернутся в Ариэль. Вот, а сейчас по горячим следам, наверное, расскажите, пожалуй, сразу про условия проживания и про жизнь. Не только условия проживания в плане быта, а именно как уживались друг с другом, насколько это было комфортно или все друг другу раздражали и казалось, что нет, пожалуйста, уйдите. Вот, насколько было в этом смысле хорошо, сложно, интересно, еще как-то. Вот, и какого возраста основная категория ребят, потому что сейчас, ну, я уже вначале об этом говорила, поскольку у нас есть и будущие бакалавры, и будущие магистры, и будущие PHD, вот, и просто профессионалы своего дела, то ребята все приезжают разных возрастов. Вот, есть ли у вас... Были ли с этим какие-то сложности или, может быть, какие-то непонимания, допустим, я не знаю, мне 25, хотелось бы, чтобы вокруг были там, не знаю, все моего возраста, а не все разного, или еще что-то в этом духе. Вот, так что побольше про жизнь студенческого в студенческом кампусе, как вы размещались, сколько человек было в квартире, такое, всякие такие вещи. Кто хочет поделиться своими впечатлениями? Ну, давайте я начну. Давай. Так, по поводу общежития. Жили мы... Я сейчас не про семейные пары, потому что у семейных пар была отдельная квартира. Мы жили по четыре человека в квартире. В квартире было по две комнаты, естественно, девочки с девочками, мальчики с мальчиками. Кто с кем жил, в основном мы все между друг другом договорились еще до начала программы в чате, который создали наши мальчики. Но кто не договорился, тех расселили, там, не знаю, наверное, по признаку возраста. Что еще? В плане возраста действительно люди были от 18 до... Не помню, Алена, наверное, до 27, да? Ну, что-то такое. Думаю, даже старше, на самом деле. Да, до 30 точно. Ну, в общем, да, как бы разброс такой достаточно большой. Но и я, например, у меня вот подружка хорошая с программы, Кэрин ее зовут, у нас разница в возрасте 6 лет, но нам это ни чуточку не мешает. В квартире я жила с девочками, которые тоже были младше меня, но при этом в течение всей программы я общалась вообще со всеми, и неважно, человеку 18 лет или 30 лет. Это, в любом случае, мы с друг другом делились опытом, это было круто, здорово. Понятное дело, каждый нашел себе компанию по душе, но вот такого какого-то, какой-то проблемы с возрастом я на себе, по крайней мере, не почувствовала. Вот. Что еще? Окей, ну, может быть... Бесили ли мы друг друга? Да, бесили. Но это было такие мимолетные какие-то нюансы. Понятное дело, брат, 4 на 7, находиться всем вместе всегда, постоянно, это тяжело. Но главное друг к другу уважительно относиться, уважительно относиться к личному пространству друг друга, и тогда все будет хорошо. На самом деле я помню, что многие ребята постили фотографии в Фейсбуке с каких-то общих тусовок, и я все время думала, как же так вы умудряетесь поместиться там, допустим, на одной кухне, или там отметить какой-то праздник так, чтобы это было прям очень красиво. Слушай, я поняла, что в этих квартирах вмешается очень много человек, потому что в моей квартире умещалось до 20 человек. Поэтому все хорошо. Я поняла. Спасибо. Кто-то хочет добавить? Кэрен, может быть, или еще девчонки? Я могу добавить. Я не распределялась ни с кем в чате до начала программы, поэтому для меня вообще была полная неожиданность, с кем я буду жить. Но в итоге у нас получилась какая-то абсолютно совершенно замечательная комната. Со мной жила девочка из моего же города, и у нас тоже помещалось очень много людей на кухне. Условия были прям божественные, потому что я до этого жила в общежитии 4 года в Москве, и это вообще абсолютно небо и земля, конечно. Вот. И на самом деле как-то так очень-очень вкладно все вышло. Никаких у нас там конфликтов или чего-то не было, да. Все общались. Во время коронавируса невероятно сильно сблизились из-за того, что не могли никуда выходить. Ходили просто друг друга в гости по комнатам. Вот. И как-то так получилось очень даже хорошо, по-моему. Понятно, спасибо. А с точки зрения разных направлений, вот допустим, я знаю, что есть программы МОСА, где ребята приезжают на одно направление, и они общаются друг с другом, ну как бы вот той группой, к которой они приехали. А у вас, получается, было три направления, и в этом году будет вообще четыре. Вот. Насколько это было сложно или, наоборот, это больше интересно, чем сложно? Давай. Я тоже скажу. Давай. Интересно. Вот, кстати, я добавлю вот к прошлому вопросу. У меня-то, наоборот, получилось, у меня была очень тихая квартира. То есть, мне очень повезло с моими соседками. У нас, по-моему, у нас не было ни одного конфликта вообще. Мега повезло. И мы заранее списались, скоординировались как-то сами. Я там вначале в чате о себе написала, мне в личные сообщения потом написали, мы сразу знали, как мы заселяемся. Вот. И у нас не было по 20 человек в квартире ни разу. То есть, это не априори тоже. Так, я забыла. Следующий вопрос какой у тебя был? По поводу проживания, что разные направления, то есть, и менеджмент, и ресерч, и медики, все в одном как бы живут. Вот это как раз было очень здорово, потому что мы могли с друг другом общаться, и у нас часто были диалоги. А что у вас, а что вы делаете? А мы вот это, мы вот это. Мы общались. В основном, из-за того, что ресерч, он вообще идет отдельно, по отдельной программе, у нас нету вот этих, занятий, пар, как у менеджеров, как у медиков. Мы распределяемся по лабораториям, и каждая в своей лаборатории со своим руководителем в своей атмосфере. И поэтому никто не знал, что делает ресерч. Они спрашивали, а вы вообще где, вы чем занимаетесь? А мы расспрашивали их, как у них там, как они высиживают эти пары, как они там учатся тоже. Это было интересно. Это действительно здорово, когда разные направления, и мы там все перемешивались, общались все со всеми. Ага, прикольно. А тогда... А можно я добавлю? Да, 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 конечно. Я хочу добавить, что да, направления разные, но по факту эти направления расходились два раза в неделю, и, наверное, дома во время выполнения каких-то домашних заданий, потому что ульпаны у всех общие, потому что экскурсии у всех общие, потому что общееобразовательные предметы общие, общежития общие, какие-либо развлекательные программы тоже общие. Поэтому вот этой разницы, что у каждого свое направление, не особо чувствовалось. И, например, я жила в квартире столько с девочками, которые были с менеджментом, но при этом моя компания, основной состав моей компании, с которой я общалась, они все почти с медицины. Поэтому, наоборот, это интересно. Ты узнаешь, как, что, где больше, нежели просто в своем направлении. Окей, спасибо. Я думаю, что сейчас мы плавно перейдем к направлениям на самом деле. И основной вопрос, ребят, это чему учат в университете. Вот, если можно, расскажите, пожалуйста, про основные предметы, то есть про специализацию. Вот. Можно начать, например, с менеджмента, а потом плавно перейти к медикам. Я думаю, так. Я могу начать. Илья, Ань, ты хочешь, как удобнее. Хорошо, я начну. Да, на менеджменте и международном маркетинге у нас было четыре профильных предмета. Это финансирование, менеджмент, управление персоналом, и четвертый какой? Маркетинг, предпринимательство. Маркетинг, да. Просто они все, да, они все... Вот, предпринимательство, оно же менеджмент. Вот. И, соответственно, у нас было четыре вот этих предмета. По ним мы учились, сколько, получается, ноябрь, декабрь, январь. В феврале у нас начались зачетные работы, проекты, которые мы потом защищали. И в конце февраля у нас уже были экзамены. В конце февраля, начале марта у нас уже были экзамены. Вот. В принципе, предметы все несложные. У нас были даже ребята, которые не получали какого-то первоначального... Ну, то есть никакого образования они не получали высшего в России. Или у них вообще был абсолютно другой... Ну, то есть другой профиль. Например, у нас были юристы. И не помню, если честно, какие другие. Но, то есть не те направления, которые не экономические, скажем так. И они тоже все понимали. Все было абсолютно прекрасно. Все сдали экзамены. Главное было к экзаменам хорошо подготовиться. И первый экзамен, конечно, для нас был немножко шоком, потому что система экзаменов в Израиле очень сильно отличается от системы экзаменов в России. Но в целом те, кто по каким-то причинам не смог сдать, у них были дни для пересдачи. Они все пересдали, и это было хорошо. Окей, то есть все предметы, они были более или менее несложные? Или все-таки был какой-то, который особо выделялся? Есть предмет финансирования, который для многих ребят был довольно-таки сложным. Но это зависит, я думаю, от того, гуманитарий ты или математик. Потому что, ну, кому-то прям было очень сложно. Я знаю, ребята прям сидели, решали, не могли понять, как это решается. Потом шли на пересдачу. На пересдачу им тоже было сложно. Потому что, ну, все-таки финансирование такой предмет, где ты, ну, нужно прям уметь считать. Вот. Но в целом, если влиться как-то, если все понимать, что тебе объясняют на занятии, то и потом несколько раз перерешать, то все, в принципе, все достижимо. Окей. Доброе воскресенье. Окей. А, Нат, ты хочешь что-то добавить? Ну, давай я чуть-чуть еще расскажу про расписание. Стоит об этом говорить? На менеджменте с маркетингом. Да, конечно, почему нет? В общем, менеджмент с маркетингом два раза в неделю у нас был. В первый день, по-моему, финансирование и маркетинг, во второй день управления персоналом и предпринимательством. Действительно, вот вопрос, сложный или несложный, зависит очень от человека. Для кого-то, например, финансирование было действительно сложным, мне оно удалось довольно-таки легко. Сразу хочу сказать, что никогда не бойтесь говорить, что вы чего-то не понимаете, задавайте вопросы. Глупыми они точно никогда не будут. Также просите помощи у своих однокурсников, потому что, например, я готовилась когда к финансированию, у меня там получилось около 10 страничек прорешенных задач. По итогу они после экзамена пошли по рукам тем, кто пересдавал. То есть вам всегда помогут, всегда подскажут. Что еще? Очень много самостоятельной работы. Например, тот же самый проект, у нас был общий проект по предпринимательству и маркетингу. Над ним нужно работать самостоятельно. То есть вам дают базу некую на паре, вы ее отрабатываете, ее используете во время подготовки к вашему проекту. Если есть какие-то вопросы, 24 на 7 на связи преподаватели. Поэтому филонить не стоит относиться к учебе все-таки соответственно. Окей, спасибо большое. С расписанием более или менее понятно. Кэрон, а расскажи, пожалуйста, теперь про медицину. Чему вас учили? Про теоретический курс немножко побольше, может быть. Какой была практика? И тоже шло это два раза в неделю или как-то по-другому у вас планировалось? Расписание. Так, ну, это у нас были, значит, практические и теоретические уроки. Теория была 4 раза в неделю, да? Я уже не помню. Да, и после прохождения каждой темы главы у нас была отработка в симуляционном центре на оборудование, на маникенах со всеми принадлежностями, которые есть на балансе. Так, что еще? А, как практика проходила? Поначалу было очень страшно. Думала, что не пойдет вообще. Очень приятно, что здесь действительно люди, которым не все равно, и готовы тебе помочь. Видя, что тебе немножко тяжело, ты там где-то не понимаешь наивринку, где-то не знаешь, что делать, всегда помогут, всегда подскажут. Вот, что еще добавить? По поводу практики, немножко побольше, если не сложно, расскажи. Вот именно про стажировку, которая была после учебы, потому что это же было, правильно я понимаю, в полях, то есть вы выезжали куда-то на вызовы вместе с амбулансом, или это было так, что вы сначала тренировались, не знаю, там, на кошках, условно говоря, а потом уже отчитывались перед руководством, допустим, не знаю. Расскажи про твой опыт. Ну, нет, именно когда практика началась, практика только на амбулансе, то есть ты сразу приходишь на смену, тебя сажают к водителю, ты знакомишься, все, и едешь на вызовы, то есть приходит вызов, приезжаете на вызов, ну, поначалу ты со стороны смотришь, там, померяешь давление, измеряешь стаффер, тебя иногда могут спросить у твоего мнения, что это может быть, но на него не ориентируются особо поначалу. Очень-очень много подсказывают, потом, ну, мне повезло, еще везло с водителями, и мне попадались такие, которые после вызова или в конце смены со мной садились и, допустим, обсуждали, определенные случаи, как бы не надо было поступать, как бы можно было поступить в тайную инстанцию. Вот, кстати, как раз со смены еду, очень круто, очень весело. Ого! А удалось, удавалось кого-то, не знаю, может быть, спасти, ну, в том смысле, в котором требуется помощь медика скорой помощи? Прямо, вот, допустим, человеку совсем-совсем плохо, его вытаскивают и приводят в чувства. Ну, у меня именно не было каких-то прям очень жестоких и жестких случаев, но были пару случаев, после которых ты выходил и такой думаешь, блин, как приятно ты какую-то помощь принес. Я не знаю, рассказать про случаи или что? Ну, если хочешь, если нет, то как бы можешь оставить их при себе. Пару слов про случай. Вызов пришел на мальчика двух лет, переломанные конечности. Да, ну, меня сразу, я читала это на таблице, у меня сразу небольшая паника, я думаю, так, ну, надо будет сейчас собрать всю свою волю в туалет, показать, что я могу. Приехали, осмотрели, забрали, довезли до больницы, ну, там оказали первую помощь, какую мы могли сделать, до больницы было буквально минут пять ехать. Вот, в принципе, это все было, не все такие вызовы интересные. В конце, если кому интересно, оказалось, что это подтвердили насилие в садике над ребенком. Все. Жесть. Да, что только не насмотришь на сменах вообще. Окей, я поняла. Хорошо, спасибо большое. Тогда перейдем к другим вопросам, а на самом деле за МАСУ, за вот эти вот короткие восемь месяцев, а сейчас современная МАСА, она еще короче стала, то есть она будет всего полгода, к сожалению, но все-таки это то время, за которое можно неплохо познакомиться с Израилем. Расскажите, где вам удалось побывать, есть ли вообще впечатления еще свежи, потому что я знаю, что они тоже иногда забываются. Вот, какие места посмотреть, насколько вы лучше узнали Израиль за время МАСЫ? Кто первый? Ну, давайте я... Израиль мы обклесили просто вдоль и поперек, и на севере, и на юге были, и у границы с Газой были, и в Иерусалиме, и в Тель-Авиве, и на иудейской пустыне, в общем, везде были. В плане именно знакомства с Израилем мне, например, запомнилось, когда мы ездили... У нас... Я не помню, честно, что это была за экскурсия, но мы просто в торговом центре начали подходить к совершенно разным людям и задавать им интересы. на Маса-Иди было. Что? Это Маса-Иди было. А, точно, да, это было на Маса-Иди. Это четырехдневная очень крутая вообще экскурсия. Даже не знаю, можно ли это экскурсией назвать. В общем, мы подходили к совершенно разным людям в торговом центре и задавали интересующие нас вопросы на тему Израиль. От как вы воспитываете детей до почему вы чуть ли там, не знаю, не до старости снимаете квартиру, а не покупаете себе свою собственную. Ну, в общем, вообще совершенно разные вопросы. Как вы относитесь там, не знаю, к приезжим, еще что-то. В общем, все, что вас интересует, это на самом деле было очень круто. Потому что действительно узнаешь, получаешь информацию с первых уст непосредственно от тех людей, которые живут в Израиле. А в плане адаптации, масса – это очень плавный период адаптации, но выйдя уже с массы действительно в каких-то вещах ты как рыба в воде, то есть у тебя нет никаких сложностей в передвижении по стране. Плюс к этому тебе помогает иврит, который у тебя уже все-таки есть какой-никакой. И ну, как-то действительно все легче. Я просто представляла себе, если бы я прилетела вот так вот с нуля без массы, это было бы намного тяжелее. Могу представить. Спасибо большое. Алиса, Ира? Давайте я. Ну, вообще, да, на самом деле мы очень много въездили. Я хотела бы сказать особенно про гидов, которые, ну, то есть у Масы есть свой пул гидов, можно так сказать, которые с нами, ну, то есть они периодически менялись, но в основном они повторялись на многих экскурсиях и они очень крутые, они очень здорово рассказывают, знают вообще, по-моему, абсолютно все об Израиле, потому что что не спросишь, они на все знали ответ, на все у них была какая-то история. И это очень классно, когда, то есть тебе могут не просто рассказать, ну, какие-то исторические факты, а могут еще привести какие-то истории из жизни, какие-то шутки сказать, как-то лучше тебя ознакомить, показать какие-то места. Вот на той же Масе Айди у нас, у нас было три группы и у нас были экскурсии по Иерусалиму, но тем не менее каждый гид сам выбирал свой маршрут и нас повели по трем абсолютно разным маршрутам в Иерусалиме и каждому рассказали, ну, то есть в каждой группе рассказали что-то свое, что-то непохожее, каждый открыл для себя Иерусалим по-своему и так было, собственно, на каждой экскурсии, потому что нас было много, нас делили на группы и каждый гид считал ну, какие-то особенные вещи особенными и вел нас в какие-то определенные места и это было очень здорово, потому что мы потом могли с ребятами встретиться после экскурсии и сказать, а мы были вот здесь, а мы были вот здесь, друг другу рассказывали вот эти какие-то истории и это очень здорово, потому что у нас была как бы экскурсия сначала, а потом мы еще могли обмениваться впечатлениями, потому что не у всех она была одна и та же. Это тоже было очень здорово. Прикольная идея. Можно я добавлю буквально вот к Алисиным словам по поводу гидов, что так как мы русскоязычная масса, гиды у нас русскоязычные, наверное, в 99,9%. То есть они в свое время тоже прилетели в страну и поэтому это именно те люди, которым можно не только по поводу экскурсий задавать какие-то вопросы, а вообще как адаптироваться, как учить язык, как то, как все. В общем, это те люди, которые уже прошли определенный путь и они действительно готовы делиться опытом, как тебе его пройти, какие есть варианты, возможности и так далее. Окей, спасибо. Я еще могу добавить, но это уже прямо просто история я вспомнила сейчас. У нас последняя экскурсия была на север, вот где кугуру и сплав по речке. И там интересный момент был, что это не только про гидов, а еще про водителя. Нам попался очень интересный водитель, который мы это выяснили в конце. Он, оказывается, всю экскурсию нас привозил и нас фотографировал. И в конце, когда мы уже сели в автобус ехать домой, он пока нас ждал, сделал целый ролик о нашей экскурсии. И мы ехали, смотрели такой видеоролик с фотографиями с места, где мы были. И вот мы там везде ходим. Просто неожиданно, что было и приятно. Прикольно. Да. Классно. Спасибо большое. Откажите, пожалуйста. Да, это звучит вообще так. Очень, ну, органично вливается это все в путешествие. А если нам немножко отойти от путешествий и вернуться к городу Ариэль, то кто из вас мог бы рассказать про сам город, что в нем есть, насколько вам комфортно в нем жилось? Я, как бы, после Санкт-Петербурга знаю, что этот город выглядит очень небольшим. После Москвы он выглядит, наверное, еще гораздо меньше. Вот. Но в Израиле все городки, они совершенно другого размера и другие расстояния. Поэтому интересно ваше мнение, именно ваше ощущение от проживания в нем и от того, что в нем имеется для удобства жизни. Можно я расскажу? Просто у меня так получилось, что я сейчас месяц провела в Тель-Авиве, и просто вот ощущение, именно которым я сейчас собираюсь возвращаться, и именно в Ариэле там какое-то ощущение полнейшего спокойствия. То есть вот в Тель-Авиве мне всегда немножечко беспокойно за себя. Я даже, ну, иду по улице, плюс тут у нас еще протесты начались, как-то так это все. А в Ариэле там абсолютно очень прекрасно, спокойно тебя чувствуешь. Там есть магазины, где можно купить вообще все, что тебе нужно. Да, конечно, он очень маленький, его можно за несколько часов полностью обойти, но тем не менее он очень прекрасный в том плане, что он зеленый, там много растительности, там красивый парк, там можно спокойно вообще гулять, роскошные виды. Плюс, что еще, там есть прекрасный бассейн, который мы ходили до коронавируса, который, надеюсь, скоро снова откроется, потому что я тоже, я хочу в него ходить снова. Вот, и как-то, ну, иногда бывало немножечко как-то скучно-грустно, потому что когда в шаббат все закрывается, некуда пойти, нечего делать, но тем не менее, именно вот я сейчас понимаю, что в плане принципа жизни он очень-очень комфортный, тем более, когда ты живешь в общежитии, магазин рядом, университет в двух минутах, и тебе на ульпан к восьми, ты встаешь семь пятьдесят и спокойно доходишь, это вообще отлично. Удобно. Да, большое спасибо нашим участницам, я немножко вмешаюсь в процесс, у меня есть вопрос, я часто консультирую ребят, которые выбирают среди разных наших программ, и есть такой очень общий вопрос, очень хочется задать его нашим сегодняшним участницам вебинара. Девушки, подскажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то лайфхаки, поделиться с будущими масятами о том, что имеет смысл с собой взять на массу, ну, например, что давало вам ощущение дома и уюта, чтобы снизить вот этот вот момент тревожности в связи со сменой обстановки, можете что-то подсказать? Я могу сказать, у меня была очень красиво обустроена вся комната, то есть я ехала и знала, что мне будет очень грустненько, я буду вспоминать про свой родной Питер, и мне друзья подарили замечательный, плохой календарик со всеми моментами, фотографиями из жизни, и каждый месяц я открывала календарик, смотрела, какой там момент фото запечатлено, было очень приятно. Мясо-игрушку я с собой привезла, и плед мой любимый, родной, вот, очень мне помогала зимними, холодными вечерами вспоминать, да. Интересно. Так. Есть еще кто-то, кто может что-то добавить? Я могу добавить по поводу уюта, то примерно как у Кэрэн у меня тоже вся стена была увешана фотографиями, половину я сама привезла, половину мне тоже подарили друзья, и то есть у меня прям весь угол мой, у меня кровать стояла в углу, все было увешано фотографиями, и это было очень классно в том плане, что даже люди приходили и говорили, о боже, как у тебя тут уютно. Вот, потому что как-то сразу, ну то есть первое время действительно очень тяжело, когда, тем более, если ты переезжаешь из большого города, то немножечко такая прострация, потому что не понимаешь, как резко сменилась обстановка, и когда вокруг какие-то фотографии твоих друзей, ты по ним скучаешь, очень-очень помогает, плюс как-то мы еще сделали перестановку в комнате, но может быть это не столько о том, что нужно взять с собой, сколько о том, что не нужно бояться, ну то есть мы приехали, у нас мебель стояла по одному, через пару дней мы освоились, полностью переставили всю мебель абсолютно во всех комнатах, и у нас сразу стало очень сильно уютно везде, и ребята действительно к нам приходили, даже Кэрэн не даст соврать, Кэрэн к нам приходила и говорила, боже мой, как у вас уютно, хочу у вас остаться, а насчет вещей, которые нужно взять с собой, прям нужно, в Ариэль я бы взяла обязательно супертеплые вещи, потому что зимой в Ариэле очень холодно, вот. Большое, просто огромное вам спасибо, потому что раскрыть вот это закулисье прям нескольких программ МАЦЫ и от первого лица услышать в том числе лайфхаки, и в том числе вы сделали маленький спойлер, что существует такая крутая аттракция на любой из МАСОД практически, это МАСА-ИДИ, я думаю, те, кто нас сейчас слушает и будут слушать вебинар в эфире, потом уже в записи, у них будет возможность задуматься о том, когда им домовые мадрихи предложат такую опцию, что не стоит не принимать в этом участие, обязательно нужно ехать, и судя по вашим эмоциям и впечатлениям, да, таким довольно свежим, но за 8 месяцев вы так круто об этом вспоминаете. Спасибо вам огромное за время, спасибо за то, что раскрыли личные истории, и я хочу передать слово обратно Алене, и очень хотелось бы послушать еще про одну программу, которая, так скажем, новая, на которую будет набор, и раскрой немножко тайны, что же там будет, кому стоит туда ехать. Хорошо. Девчонки, я тоже хочу от своего лица вам сказать большое спасибо за участие, вы можете остаться, можете отключаться в зависимости от ваших пожеланий, да, то есть кому-то надо бежать, это я все понимаю, все нормально, вот, потому что я сейчас хочу рассказать про массу примет, а она нацелена на ребят, которые у нас являются выпускниками школ, они могут быть выпускниками колледжей или студентами первого-второго курса университета, которые решили, что да, я хочу поменять жизнь, и на самом деле я хочу учиться в Израиле. Вот, и программа, которая называется МОСА примет, она как раз создана именно для этого, чтобы помочь тем ребятам, которые хотят учиться в Израиле, поступить здесь в университет и учиться здесь, начиная с первой степени, то есть мы ее называем бакалавриат в наших странах, где мы привыкли, в Израиле это первая степень. Вот, почему она называется примет? Во-первых, потому что ее основная цель в том, чтобы дать ребятам отучиться на программе, после которой можно поступать на медицинские специальности. И что имеется в виду, медицинские специальности — это не только врачи, это также различные специальности в области медицинских технологий, это могут быть биотехнологии, биоинформатика, физика, химия и очень много специализаций, связанных с инженерией в том числе. Также это программы, связанные с различными разработками и исследованиями современными, которые проводятся в настоящее время в Израиле и не только, Потому что Ариэльский университет, он сотрудничает еще с некоторыми университетами мира и, соответственно, опыт разработок у них в чем-то пересекается. Это очень интересно. Вот. И также это могут быть сферы управления в области здравоохранения. И это могут быть сферы, связанные именно с исследованиями, то есть фармацевтика и разработка различных лекарств, например. Если тем, кому это интересно, заниматься именно такой деятельностью, то можно приехать на программу МОСА, сдать на ней выпускные экзамены и по окончании этой программы вы получаете возможность обучения на первой степени в Ариэльском университете. И факультет называется также. Примет. Когда вы оканчиваете первую степень, она длится три года. Жень, тебе тоже, наверное, это будет интересно, потому что у нас, по крайней мере, те ребята, с которыми я общалась до МОСА, в основном все планируют МОСУ, а дальше там посмотрим. Как у меня жизнь сложится, я не знаю. Может, я вернусь домой, может, я останусь в Израиле. Здесь цель программы, она другая. То есть люди планируют себе будущее на несколько лет вперед. Здесь можно вернуться, безусловно, домой после университета. Можно, не знаю, закончить его и поступать на вторую степень. То есть все уже зависит от ваших приоритетов. Но когда мы ведем речь об этой МОСА, мы говорим о том, что так, пожалуйста, постараемся, приложим все усилия и начнем учиться в Израиле. И эта программа является мостиком между тем обучением, которое получили участники в России, на Украине, в Белоруссии, Грузии, Латвии, Литве, и тем, что требуется в израильских университетах на первой стадии, чтобы поступить. То есть это большой объем иврита. Иврит интенсивный, он преподается на иврите. Это математика для медицинских наук, это общая химия, это аналитическая химия. То есть та академическая разница, которую нужно покрыть будущему студенту, она дается как раз на МОСЕ. И основное преимущество этой программы в том, что не нужно сдавать психометрию, когда поступаешь в израильский БУС. Вот. Я думаю, что на этом, наверное, мы пока закончим. По всем интересующим вас вопросам вы можете обращаться в личное сообщение, переходить на сайт, интересоваться через Женю. Я думаю, что мы найдемся в любом случае. Контакт есть и в Фейсбуке, и в Инстаграме, и в ВКонтакте. Вот. И я надеюсь, что эта встреча тоже будет полезна тем ребятам, которые еще только собираются к нам приехать, еще которые не очень хорошо знакомы с Израилем и хотят здесь жить, развиваться, учиться, отдыхать, развлекаться и знакомиться друг с другом. Да, я хочу напомнить еще пару моментов, что у нас программы, о которых мы сегодня говорим, это в целом в основном от 4 до 7 месяцев, за редким исключением до 8 месяцев, нахождение на территории государства Израиль. Это визовый режим, поэтому обязательно нужно получить визу, чтобы ее проставить в свой паспорт, нужно пройти консульскую проверку. Весь этот процесс занимает довольно много времени, особенно учитывая тот факт, что еще не совсем, я сейчас говорю про Россию, не вся Россия вошла в то русло, в котором мы привыкли работать. Я, например, вам вещаю из той области, которая до сих пор находится в режиме самоизоляции, поэтому не стоит откладывать это в долгий ящик. Не нужно забывать о том, что без консульской проверки ни одна из массов состояться не сможет. Не нужно забывать о том, что процесс выбора, он может быть супер затянутым, потому что программ много классных, вкусных, интересных. И для того, чтобы сделать выбор, все-таки имеет смысл пообщаться со всеми нами, со мной, с моими коллегами в странах СНГ. Есть обязательно региональные представители, есть координаторы от наших провайдеров. Можно пообщаться, можно пособирать информацию, можно уточнить координаты выпускников и пообщаться с ними напрямую. И от первого лица услышать все то, что вас встретит на программе, готовы ли вы к этому или нет. Имеет смысл не откладывать этот долгий ящик. И хочу напомнить тот факт, что количество грантов в принципе ограничено, потому что вообще участие в массотах, оно имеет две суммы. Это сумма вашего личного участия и сумма гранта, которая перечисляется вашему организатору для вашей массы. Так вот, количество этих грантов ограничено и ограничено количество мест у каждого из провайдеров на конкретной программе. Поэтому с корабля на балл не всегда имеет смысл бежать. Возможно, имеет смысл подготовиться ко всему заранее и заранее быть на связи с координатором непосредственно программы, чтобы вовремя все оформить и не торопясь купить билет, собрав своих плюшевых мишек, любимые пледики, фотографии друзей и отправиться в счастливый путь. Хочу всем пожелать выбора правильного, о котором вы потом не будете сожалеть, который будет в любом случае классный, знакомство со страной, решение дальнейших ваших жизненных путей, что вы решите для себя выбрать, остаться в Израиле, быть новым репатриантом и пройти все прелести того, что называется Алейхадаш, либо вы решите вернуться в свою страну, но точно никогда не забудете те месяцы, которые вы провели в Израиле. Вот. В целом хочу всем пожелать приятного выбора, приятные массы, хорошего путешествия. Спасибо огромное выпускникам, которые сегодня были приглашены. Большое спасибо Алене. Вот. Пока-пока. Спасибо тебе большое. Спасибо. До новых встреч. Спасибо.